Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия, и мы сейчас находимся в комплексе Дворца Альденбургских. В данный момент мы находимся на территории Верхнего парка. Эту часть недавно отреставрировали. Здесь теперь можно наблюдать прекрасные дорожки, хорошо подстриженный газон и красиво посаженные кустики. К тому же этот парк не забывают молодожены. Сюда приезжают многие фотографироваться на свадьбу. По легенде, принцесса Альденбургская очень сильно заболела, и никакие лекари и знахари не могли ее исцелить. Поэтому ее муж нашел колдуна в надежде, что он поможет. После осмотра колдуна принцессы, колдун сказал, что да, я смогу ее исцелить. Он исцелил, принцесса перестала болеть и выздоровела. Муж ее на радостях начал предлагать большие деньги колдуну, но колдун отказался. Сказал, что я хочу взамен получить сердце и любовь к твоей жены. После этого муж прогнал колдуна. Но колдун на всю семью и на все будущее потомство наложил проклятие, что их семья больше не будет знать того величия и благополучия, которое у них было. Музыка. 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 И вот мы попали в кладезь исторического места. Это территория дворца Альденбургских. Посмотрите на это величество. А вы знаете историю? То, что когда шла Вторая мировая война, здесь прятались люди. И немцы его не бомбили. Потому что они думали, что это как немецкое здание. И бомбить его нельзя. Представляете? И здесь спаслись многие-многие горожане Рамоне. Вот так вот. А также здесь находятся часы наверху. Они знаменитой швейцарской марки. Но, к сожалению, это не оригинал. Это уже подделка. Сам дворец построен в такой, в неоготике. А здесь, скорее всего, был фонтан, я так понимаю. Но вы знаете, у нас все-таки фонтаны засыпают почему-то землей и делают из них клумбы. Но это может я, конечно, ошибаюсь, но мне именно так кажется. Также здесь еще сделана осенняя экспозиция, где можно прийти и сфотографироваться. Чем мы и займемся позже. Давайте обойдем вокруг это здание и посмотрим, что здесь. Вот на эту территорию стоит 50 рублей с человека. Я думаю, это небольшие деньги, чтобы погулять и посмотреть эту красоту, которая здесь находится. Дворец построен на брызгах. Да, посмотрите. Какая красота. А там дальше сахарный завод. Говорят, что именно фабрика, которая находится сейчас в центре Воронежа. Кондитерская фабрика, именно построена вот отсюда, взята как бы, может, технологии, не знаю точно. Но она дала этому путь. Ступеньки отреставрированы. Также здесь идет реставрация. Раньше здесь, когда я был, были какие-то шатры, а сейчас уже даже ставили рамы. Не, реставрация идет полным ходом. Это видно. То, что деньги сюда вкладываются. Вполне возможно, что через несколько лет увидим новое отреставрированное здание полностью. Кстати, в этом году, на 2021 год, также запланировано выделение денег на реставрацию этого дворца. Но здесь тоже сделано таким натуральным камнем. Это именно делалось при самой принцессе Альденбургской. А здесь у них жил медведь. Ну, долго эту лестницу реставрировали, если честно. Я не знаю, сколько лет, но мне кажется, лет пять точно. Я понимаю, конечно, деньги, может, как-то там не уделялись сразу. Но все равно сделали. А также здесь какой-то был фонтан. По ступенькам текла вода. И она, наверное, сейчас работает, Юль. Это все работает. Это все в рабочем состоянии. Вон, вода, все. Да, да, да. Все в рабочем состоянии. Принцесса могла прогуливаться до своей фабрики конфетной и смотреть, как у нее сделано производство. Это первая была, по-моему, в России фабрика конфетная на паровых машинах. Представляете? Это имело большой успех среди европейских производителей конфет. Представляете? Ну, к сожалению, к сожалению, пришло это все в запустение. Ну, кстати, сахарный завод, насколько я знаю, не так давно пришел в запустение. Даже в 20 веке он еще полностью работал и функционировал. Даже уже не было, так сказать, семьи Альденбургских, но завод все еще продолжал свою работу. К сожалению, в этом году сгорела школа, которую построила принцесса Альденбургская. Кстати, это была первая школа, построенная в Рамоне. В связи с пожарами в нашей области происходят такие трагедии. К сожалению, также это здание не принадлежит дворцовому комплексу. И его ремонтировать никто не будет. Вот и подходит к концу нашей экскурсии по территории дворца Альденбургских. Нам очень понравилось. Здесь все облагорожено, выглядит красиво. Всем советую сюда приезжать. Всем удачи и пока. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия. Спасибо.